Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Land Rover Defender 130, 2013 года выпуска. Двигатель 2.2 турбодизель, механика, полный привод. Пробег на автомобиле 86 тысяч километров. Заменю на нем втулки в задних амортизаторах. Когда поднят автомобиль, на перекосе видно хорошо, что там появились зазоры, а снизу выбито уже болтается. Поднимаю автомобиль, поджимаю мост и снимаю амортизатор. Поднял автомобиль, снял колесо. Вот хорошо видно, какая щель у нас на втулке. Амортизатор здесь дышит, шпилька стоит под углом. Сейчас он вывешен, еще от этого увеличилось. Но в целом, это уже резинка выбита. Помимо этого, также резинки выбиты и внизу. Если посмотреть, вот он, тоже большой зазор. Он настолько большой, что вот так вот хлопает. И с одной, и со второй стороны. Заказали шайбы, заказали втулки. Откручиваю снизу гайку. И также соленблок сверху там. Ну, там не соленблок, втулка идет цельная. Тоже заказали. Беру, откручиваю. Но мост подожму гидростойкой. Немножко вот ее поджимаю. Напряжение с амортизатора снимаю. Все, теперь амортизатор можно откручивать. Почищу резьбу. Маленько. И побрызгиваю ВДшкой. Головка на 18. Амортизатор прокручивается. Надо как-то его зажимать. Наверное, газовый ключ возьму. В нижней части возьмусь. Все, амортизатор снизу сам брал. Поэтому я его не смял, ничего. Снимаем втулку с шайбой. Амортизатор был затянут до конца. Поэтому, если там можно было что-то подложить и дотянуть. Нет, он был здесь, снизу резьба не нарезана до втулки. Но сейчас сниму и покажу. Амортизатор-то сам живой. Откручиваю верхнюю гайку. Верхняя гайка тоже на 18. И стаскиваю его. Вот про что я говорил. Здесь даже он набило, что он болтался. Сейчас подчищу маленько. Металлическую втулку вытаскиваю. Она здесь свободно болтается. Сверху его, она аж разорвала. Взял оправку, подходящую по диаметру. И выдавлю эту втулку. Все, разрезал втулку. Новая втулка оригинальная. НРЦ-5593. Почему-то пришла она поштучно. Здесь BGS написано. А, на старой втулке тоже остаток BGS написано. Странно. Обычно лендроверские все запчасти идут упакованы индивидуально. Брызгаю силиконовой смазкой. Амортизатор. Втулку я запрессовал. Но для запрессовки таких втулок нужна конусная оправка. А по-хорошему эти втулки, они должны быть разрезные. Почему ее сделали так? Но она сделана от саленблока. Внутренняя втулка вварена. Идем устанавливаем. Нижняя втулка тоже оригинальная. RNF-1090L. Также новые шайбы. RYF-500-230. Это вот такие металлические шайбы. Новые гайки. Новые гайки. RYH-501080. Я втулки распечатал. Это новая, это старая, изношенная. Высота у них одинаковая. Но тем не менее, она болталась. Ее набила, и она стала болтаться. Я, наверное, сделаю что? Я обрежу часть старой втулки. И дополнительно снизу подложу еще. Чтобы свободного хода у нас было на нижнем креплении меньше. Вот что я сделал. Обрезал кусок резинки и добавил его сюда. Смазал резьбу. Отдел амортизатор снизу. Смазываю резьбу сверху. И одеваю амортизатор сверху. Все-таки придется сначала одеть сверху, а потом уже одевать снизу. Сжимать его, потому что амортизатор здесь не позволяет. Теперь сжимаю и одеваю его в нижнюю часть. Амортизатор, конечно, сами в коррозии побиты прилично. Надеваю штуку, надеваю шайбу и закручиваю гайку. Теперь надо амортизатор перехватиться вот таким образом. Все. Амортизатор затянул. Втулка теперь здесь не болтается, жестко стоит. Теперь остается нам только затянуть сверху. Сверху тоже затянул. И, как я и говорил, на вывешенном состоянии тоже щель. Но она меньше гораздо. И амортизатор здесь уже не будет стучать. Сейчас глянем, как со второй стороны там тоже все не очень хорошо. Видно, насколько щели разные на старой втулке, все равно они большие. А низ, низ еще хуже. Здесь вот так вот все болтается. Поэтому подрезаю резинки и ставлю тоже так же, как с той стороны. Но процесс точно такой же, поэтому показывать его уже не буду. На этом замену втулок амортизаторов задних я закончил. Всего вам доброго.